Субтитры делал DimaTorzok Андрюха залетел в Ханецкий, сейчас ко мне должны присоединиться Нор и Ментал. Где-то как-то они должны это сделать. А почему-то пока не получается. Да, как я уже ранее говорил, Джукер будет фармить на Мэтмене. Посмотрим интересного Кэрри. Кстати, я давно подозревал то, что... Чё, чё за фигня? Опять РМК? Хорош, ребята. Почему-то какие-то проблемы у Санни. Что не может выбрать... Себе героя. О боже! Ему не пикается герой! Надеюсь, за 15 секунд успеет переподключиться. Включился. И что? Ну и как всегда у нас РМК. Ну это реально не смешно. Не надо тут лыбы давить. Мы опять переходим на что-то типа развлекающую паузу. Интересно, если я не подключусь, это будет хорошая шутка? Сидеть тоже говорить. Чё-то у меня не выбирается. Хушетикамы. Чё у меня все бросили? Где Ментал? Где Нор? Почему я сижу здесь в одиночестве? Ха-ха! Всем привет, ребята! Привет, Биллиш. Как же долго я был одинок. А что, сейчас онлайн-стрим? Да. Понятно. Понятно. Я так обрадовался РМК прямо к вам третьим. Веселую компанию. У меня просто свет потух, и всё. Да, так же у Вагана там свет обрубился. Нежданно, негаданно. Ну, наконец-то мы продолжаем. Да, всё получилось сейчас у ребят с командой Кам. Надеюсь, это же получится сейчас у Редженда. А у инженера не мог пикнуть, да? М-м, Моржанин, как же я... Так, в чём прикол? Да, Морж пикал. Чему-то ребята вы решили заменить. Ну, у Мекки, можно сказать, классический пик. Так, фармящие TDL, плюс саппорт в лице Редженда. Только я не понял, почему Редженда. Обычно Редженда ходит с Флаксом. А, тут ещё. Так они идут. На харду. Ну, так-то да. Я просто не заметил то, что Фейл снова играет на Флаксе. Так-то обычно у них дабл идёт Редженда плюс Пегас. И они ходят на харду, ломают лица. Да, но Пегас всё-таки получше на Сукубе отыгрывает, наверное, поэтому. Да, поэтому не доверили для Мурена роль Сукубы. Короче, нет Маржа, всё плохо. Мне незакон смотреть будет эту игру. Нет, Офелия, нет Маржа. Да даже на любом герое за Маржом приятно смотреть. Вот эта вот фишка от Редженда, когда он куру апает и сразу везёт показывать вот этот проходик наверху. Да, такой смысла вообще нету, по-моему. Ну, иногда есть, иногда нет. Посмотрим, будет ли смысл в фармящем Мэдмэне. Выйдет там два героя и убьют сразу эту курицу. Да нет, он хорошо её ставит там, она незаметна. Фишка, он мне как-то говорил, то что фишка этого курьера, то что парень заходит через вот этот проходик и ставит вард в лес. Вот ты его в это время палишь и спокойно развардишь в следующей. Не, ну это да, но если уже парни будут знать, что у него есть такая фишка, просто придут и убьют эту курицу и всё. Притащат свою курицу и просто разбанят. 300 голды. Топором сломают дерево и убьют курицу. В принципе, да, легко. Ну или это как этот джукер, который постоянно на лейм выходит. Хукерами надо его пинать там. Ну, кстати, посмотрим, как он сейчас будет фармить на Мэдмэне. Без топора. Без топора, тем более. Да, тут уже он знал, что здесь будет. Да, было и нервно. Так, кстати, и Кэри у него такой интересный, что сможет убежать. Тут у нас тем временем рижена прогревает фараона. Хороший так сайленс. Точнее, замедло сейчас дал. Талат-адоялка. Плохо будет. Везде, кроме мидов. Да, фараон. Если его будет очень плохо чувствовать. Был ли кто у нас на? Так, Казандар. Посмотри-ка, Мурена чуть-чуть ошибся. Ой, убили бы. Нет. Кстати, а сейчас-то должно убивать Мурена, ошибается, и это будет Фердбад. На Мурена. Ой, 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 ой. Ам подживет. А там, кстати, завалили тем временем Казандара. И этого можно убивать. Да, второй левел Мэдмэнд надо было. Так-то ошибается сейчас. Педали из команды Мека. А тем временем на топе умер. Умер Казандар. А я это озвучил. Кстати, смотрю, как Сукуба себя хорошо чувствует. Гоняет двух пацанов. Пещень. Ну, сейчас они третий возьмут и... И... Быстрый сон, и все, и труп. В принципе, для Пегаса... В принципе, для Пегаса... У него нет, и 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 нет. В принципе, Пегаса сам должен сейчас... Смотрю, хастуру обсудили зола. И могут, могут. Надо. Надо, надо. А сейчас вот как раз начинать лежать в П-бос. Микростаны от... Входи, ну... Не успевает Пегаса дожраться. Мэдман убивает флагса, убивает сейчас еще плюс ко всему этого. Ой, надо было пойти. А он, кстати, видит... Да, он заметил, куда он зашел. Ой, 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 ой. Ну, а это бигплейс от Джукера. Да. Один разматывает двоих. Ну, все, без Рапси не должны были убивать на миде. Они не могут без Рапси убить. Но сейчас они третий левел. Да, даже третий. Почему, если растаем, то она в этом остается, даже если она сонки дает, она под тройкой остается, один из них бьет. Инженер должен среагировать, сразу сон снять и возможно. Ну, второй скилл многое отхиливает. Ботинок еще, смотри, на побол. Ну, побосы все вообще отлично. Только у Мэдмана лучше. Угу. Мэдман доковылял до своего тавара, точнее, до своего фонтана сейчас спокойненько тпшница. Зандара все печально, но он по ворду прошел. Угу. Ничего. Это стиль игры Казандара. Пока он себя не оправдывает. Ну, скорее всего, еще не его герой. Все-таки я очень редко видел Казандара на фараоне. У него такие агрессивные Мэдманы. Магмусы. Нынче в моде. Лесной фараон. Борды. Ой. Дефолт снова ошибается. Стой. Ботин есть. Когда вы видели лесного фараона. Нет, но я уже который раз замечаю, что я просто внимательно смотрю. Дай, 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 дай. Ой, и убивают. Нет. Совсем чуть-чуть не хватило. Блин, но... О, загнобил Баймана учитывал. Пятый лавел Мэдман. Где у нас? Рапсодия, Рапсодия, второй лавел. Ну тут... На варде бегает Мэдман. А он знал о том, что он антивард. До этого попадался на фарк со вторым. Что-то странное делает Казандар. С исходностью. Все ему там явно не нравится. В лесу так чуть-чуть пофармил. Сейчас, наверное, дождется, когда маленькие крипы зареспаунятся. И пойдет дальше фармить лес. Вот торт со вторым импейлментом его просто в соло убивает. Что ему там на то поделать? При этом торт, имея вот такой свободный лайн, запушил. Два крипа оставил после пула. И это будет пуш. А ты вещь, он... Все правильно сделал. Просто ушел оттуда. Все претензии теперь к Теркледе. Чего Лэйн пушить? Ничего не знаю, меня там не было. Я Мид Ганку. Я ничего не делал, моя хата с края. Файзена на Даркледе. Они не убьют ничего на виде. Вряд ли смогут. Ну, кстати, Редженто так нормально прошелся, что его не спалили сейчас. Да, ну, в ответ могут поблазу убить. А тут в ответ должны сейчас убивать Ревенанто, но что-то Джокер решил этого не делать. Кстати, надо сдох, если бы пошел. Да, нормально ему дамаги влетело, я просто не видел. Не заметил, точнее, второй скил от Ревенанто. Да, Боттл на Зелане оправдывал, кстати, уже. Да, только почему у него первый скилл на 3, а второй на 2, вот этот вопрос. Он нашел уже. Да, кстати, тут сейчас будут убивать инженера. Не должны убить. Лол, не убьют. Ой, серьезно? Да, у инженера есть ботинок. Тут что, у нас флаксом? Тем временем гоняют. А, нет, обоих. Какая-то активная игра гипер. Так, Редженто тут. Смотрит ссор, да, на хосте как убегают. А тут ТП было. Не так просто, инженер. Блин, ну это да. Это, конечно, мастер-класс сейчас от Жукера, как уничтожить дабл-лайн флакс плюс Ревенант. Мне кажется, ребята просто подставили. Я, честно говоря, не увидел, как он первый дабл-побзел. Я уже переключился, когда флакс тем временем умер. Да, я тоже. Ну, фараон удачно четвертый аппет. Ну, так уже было замечено то, что где-то ошивается вдалеке Редженда. Скуба осторожно, хорошо стоит вообще. Но фрифарм Паблс это тоже, да, как бы не есть хорошо. Ну, Паблс вынесет свой ПК, и у него будет все замечательно. Да, еще флакс-то с Ревенантом так не очень хорошо ставят. Он их просто будет ваншотать. Но флаксы вряд ли. Ну, почему вряд ли? Флакс жирный. У него без ничего 900 хп. Да, Флакс, плотненький такой парень. В стиму купит и пища 100 будет минимум. В стиму. Ну, как по обусу ДПК подблизительно. Ну, приблизительно, да. Сейчас суровую руна какая-то. Ну, вот и газ Ботл не стал убрать. Да, сразу сапожок. Кстати, вот всем питью. Вот для Мэтмена вообще классно. Действительно, Ботл на этот лайн. Постоянно носится под своим первым скиллом. Ну, так там, пацаны уже по два раза на базу. Каждый сходить, если вычесть смерть. А он еще, он один раз только на базу. Тут у нас покойник Арабса. Запулино Арабса, как будто он почувствовал. Запулило и отошло. Ну, пацаны пропали с карты. Сразу с его вывезли, что это было. Намиде пытались сейчас убить. Почти. А, кстати, почему... А, у Фегаса нечем было поймать. Если бы заюзал Челис, то... Двое сзади бегут, знают, инфа есть. Дарк Леди странно, почему не въезжает в фараон и не убивает его. А он не подходит. Он вот... По вот этой дорожке постоянно дергается туда-сюда. То есть уже я видел, как Спидман пытался въехать в фараон, но там... Мистер Казандар не дает шанса. Только что подставлялся. Но это двор сейчас... Реджендер наверх хотел поставить, сейчас поставить, чтобы... Пропушит их поставить. Все возможно. Почему Дарк Леди первых схем на раз? Да, странно. Так вот, пытаюсь... Пытаюсь убить фараона, должны убивать сейчас Казандара. Неужели он выживет, лол? Выживает, но тут... Да, тут Саник какой-то таргет непонятный сейчас для меня выбрал. Ну, растерялся. Хорошо, что выжил хотя бы. Да, бежит Пэблс, но... На стрейдерах Реджендер не контрится. На бойце трое. Кстати, ты заметь, за командой МЕК это у нас 2К. Экспы преимущество. Несмотря на то, что Джукер там и ховнет бегает. Опять побежал за руной. Так, на боте хоста. Смотри, смотри, ботет на хоста. Да. Ну, тут есть чилис. Да, холдейский. Ах. Смотри, 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 что делает. Ну, тут сразу... Пытается, да, тут инвиз дадут сейчас для Сокуба. Надо было просто в Тремске вам отхилиться и убежать. А смотрите, у Эмпаскета есть. Ой, 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 ой. И Ревенандо заберут без ботинком. Да, да, да. Да, да. Стосник флак, если не улетит, улетит. Отличная игра от Эмпаса. Хорошо он все сделал. Этот вард приносит удачу. Я думаю, если нам доведется против МЕК играть, надо будет обратить внимание на Куру и вот на этот вард от Редженда на топе. Тоже далеко видит? Он видит все, он видит вот вокруг вышки, то есть ТП видит. Да, ТП он спокойно видит. Ну, это самое важное же. Это давнешний вард о нем, когда-то давно забыли, вот тут у нас спалили вылазки фараона. Казандар, как-то пытался поставить туда вард, будто я не видел ничего. Он просто залетел, наверное, этот за забор. Нет, попало в озеро, в озеро я помню, этот вард. Я вечно все не туда, с этими вардами. Вот, кстати, давно надо было сделать вот этот мув, поставить флаг со стриминантом на мидлайн. Но МЕКа только сейчас додумались это сделать, но все равно замечу то, что 6-2, МЕКа держит преимущество по XP. Да, где-то чуть далеко, как ТП Бусмолов фармит. Нет, почему, нормально. 500 монет до ПК. Нормальный киллов не было же у него никаких, я помню. А был. Да, был, там же. Так, тут, тут в инвизии. Так, пытаются сейчас. Да, ловят, Пеблса. Отличная ульта от фараона. И сейчас должны забирать двоих. Да, был минус один. Сейчас закинет, ой, не закинул торта. Хорошая идея была ульта. Почему Тоссом? Тоссом не идет Пеблс. Что за... А почему зажал? Вот реально, почему зажал Тосс? Сейчас Пеблс, но тут Джокер. Лакс умер. Смотрим, что дальше. Ревенанты должны. Нет. А, кстати, тут Казандар этим временем запиливают. И должны запилить, а Джокер... Джокеру надо отсюда сваливать. Не, не, можно еще. Вот, это он. Ну, он, и смотрит. Он, кстати, ну все равно у него. Заряды, 8 зарядов. Та, должен, должен Казандар, должен Мурана убивать сейчас. Какой же вредный этот Мэтмен. Ну что, 7-0 сейчас на Джокере. Ну, почему-то его ГПМ-то не повышается. Ну, как сложно же ставить флаг Сервенант. Он там. 48 крипов. Ну, Берфиди 906. Ну, 86. Ну, у ТД Ялки осталось всего 25 монет. У него уже будет рунят. Я думаю, там... У Берфиди 40 видяное. Я думаю, там... Редженда и Мурана по нас стакают лес. Уже, кстати, дабл есть. Уже есть кливеры, и уже надо стакать. Я думаю, там не за горами куча стаков. Сейчас вот как раз Редженда пошел. Кстати, вот это... У Редженда, его любимая, тоже маза. На саппорта покупать стрейдера и банку. Да, и все остальные деньги пока до крупного файта. В антиварды, варды, да? Да-да-да. Шесть антивардов въехали в Сукубу. Ну, Сукуба... Убьют. Должны. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как же... Неудачно закрыли сейчас. Это фейл. Да, это фейл. Убивает Казандара. Фейл минус. Вот там пулемет. Но турелька не попала. Пеблос, потому что издалека Тоснул. Мог бы успеть добежать. Любить. У нас опять Жукер напрягает сейчас флагса. Фейл Солн пытается огрызаться, но как бы вот эти... Аня, там еще и Тавр подключился. Как у него уже из Кастиль Вейст, он был жирным по 1250 хп. Да, тут уже сложно пробить этого толстячка, но все равно пытается Жукер как-то его напрягать. Упавался пока. Хорошо. Да, неплохо. Так. Все-таки опасность-то дыл, конечно. Такой ТП от инженера, ничего себе. А, тут фрама подходил. Все равно опасно. Вот, кстати, Пегаса-то надо наказывать сейчас за его наглость. То, что он подфармливает так. Будет, будет. А, ну тут... Да, да, да. Пегас. Уничтожен. Так, Реджендо въезжает сейчас. Ульта спокойно должна забирать торта, а не там. А, его час, да, Матман догонится. Да, Матман должен забирать сейчас торта, а еще и тос. Красиво. Рабса прилетелась. Сейчас упала. А тут у нас, кстати, в Тарклете лежает фараона. Ну, он битвилтавор. Ну, ультурный инженера. Да, ну, кстати. Хорошая турелька. Смотри, сейчас Таделку заберет, если это по области нет. Так тоже заброс. Да, так все равно должен забрать Спидмана. Ошибка. Жучайшая. Вот так вот. Да это просто его челка помешала на миникарту посмотреть. Блин, как я рад, что я к вам вот так вот неожиданно ворвался. Мое проклятие, походу, не работает. Ты думал, 15 минут и все? Да, но тут хотя бы так активно, не в одни ворота. Кстати, тут Мэдмана пытаются убить. Да, и должны убить Сукуба. А, там еще и завардили. Хитрые жуки. Почему ни одного ассиста за Мэдмана никто не получил? Really? Да. Да, Редженда. Редженда 500, остальным ничего. Это что-то незаконное было. По ходу дела, Редженда читер. Все папки команды. Сейчас могут смотреть и сделать прямо в Big Place. В инвизи Пэбблске нет в вульту инженера. Так, так, так. А, кстати, Пэбблс у нас тоже в инвизи бегает. Да, 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 он вижу. Так, сразу начинает ряжать. О, йо, 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 хорошо. А Пегаса-то пытаются... Да, Пегаса еще поддержал Пэбблса, минус Ревенант. Флакс пытается убить Пэбблса. Ой, смотри, как он выжил. О! ТДЛ бежит. Да, ТДЛ бежит, минус Фараон, минус Инженер. И Мэдман прилетел. И Мэдман прилетел. Могут догнать, в принципе. А, нет, сейчас откатится третий скилл. Не, ну Пэбблс ПК. А вот сейчас... А вот сейчас должно убивать Дарк Леди. А как же он нарезает? А-а-а... Ой, нет, 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 нет. Ну, пытается, пытается догнать сейчас Жукер. Все. Как будто чутка маны не хватило. 60 маны на проказ. Ну, кстати, станом-то попал. Нулит красавчик. Ну, там не тяжело было попасть. Ну, красавчик. Да. Вот Жукер убивает. И у него ГПМ не повышается. А у ТДЛ-ки она приходит, врывается там, пацанов с прокатки. Вырезает, и все у него хорошо. И поэтому преимущества-то у нас почти нифига нету. Ну, у ТДЛ-ки, как вот изначально, она в два раза больше крипов убила. Так, у нас очередная вылазка сейчас. Воу-воу-воу. А за такой-то надо наказывать сейчас Пеблса. И что пытаются сделать? Ой, как неудачно. А тут опять пришла ТДЛ-ка. Вот он уже почти 500 ТДП. Что-то тут не так. Походу делал лозунг, типа, кормим Спидмана. Какой-то неудачно нулит. Въезжал. А Джукера типа не кормили. Кормим Кэрри тогда уже. Ну, Джукер накормил. Ой, ой, ой. Биг Плейс от Казандара. В обратную сторону. А тут еще и Флакс ультанул. Почему бы и нет? Все под инвизом свалили. ТДЛ-ка. Пошла такая пьянка, будем ультовать. Так, каждый по ульте. Так, у Флакса у нас, кстати, мека есть. Хорошо, кстати, он будет пытаться задефать своих пацанов. Реджанда пытается застакать маленький спот, но не удается. Так, а Джукер на что у нас выходит? На шранку, я так понял. Сразу. Ну, кстати, да, вполне возможно, что и башер будет. Мы же не знаем, что сейчас творится в голове у Кэрри команды Кам. Ну вот, нежданно-негаданно, а 5к по голоде уже преимущество за мекой. Сейчас такой профилактический вес пэблса. Нежданно-негаданно, а Флакс, он какой жирный, тысяча шутка по еще и мека. Да, Флакс уже по барабану. Может спокойно пережить прокаст. Пэблс это мультфараона. Сукуба пытается натарить свою шранку. Сукубу плюсы качать не смотрю. А тут пока линки нету, и ни у кого не намечается, поэтому... Я на месте Сукубы еще на 2 раза больше плюсы прокачал бы, слипа на 2 достаточно. В общем-то да. Да, да-да, согласен. И вот все равно, когда снимают, он заново идет по времени. Ну, тут, наверное, уже логика в дамаге, типа, пускай по спид, там, дамага. Да нет. Логика в том, что ему вначале эти плюсы нужны были, когда он умерал. Да и сейчас лишнее КП там не помешает. Так, тут что-то... А, отгоняет сейчас Рапсодию. Рапсодию с никома на пас. А тут НЕРММ у нас в МКПМ и не разгонит никак, у него нету фармищих кипов. Ну, есть и вы фармищи. А, кстати, сейчас попытаются подраться. Так, хорошая ульта от Казандара. Закрывает Суккубу. Ульта от Инженера вообще в никуда. Ой, убрал из-под стана Пеплза еще при этом. Хорошая прокатка от ЭДЛК. Дарк Леди должна сейчас разрывать. Минус 1. Джукер. Джукера держат! Спасайте парня. Делайте что-нибудь. Это минус 5. За одного Пегаску. Да, и 550 ГПМ на ЭДЛКе. Инженер убрал Кега из-под стана Пеплза, промахнувшийся в ту сторону. Инженер поставил отвратительную ульту. И рейд-кликом сейчас Спидман покупает себе шранку. Так, Суккуби далеко до шранки, но все равно. Пегас будет стараться. Сейчас покажу ГПМ ЭДЛКе. Он большой. Кстати, надеюсь, Спидман не полезет воевать. Все-таки фараон есть. Редженда тем временем руны контролит. Ну, Паша своя игра, он что-то там веселится. Крипов напрягает. Вывод, по-моему, очевиден. Без моржа камни те. Так я в самом начале сказал, говорю, это... А, кстати, сейчас должен влетать фараон. Влетает фараон в ТДЛ-ку. Юзай шранку Спидман и убивай. Ха. Ха. Как он переиграл? Ой-ой-ой. А тут слишком дофига пацанов. И сейчас будут убивать. Догонят, догонят. Да. Сейчас Мэтмен его замедлит и все. Инженер не промахивайся. Ой. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Бывает ничего. Главное убили. Но все равно. Это сильно картину не меняет. Да, сейчас где-то должен быть в скайпе голос Мурена. Еще раз, и я тебя найду. Но это уже вторая такая отдача. На самом деле это не смешно уже. Ну, честно говоря, как бы особо это... Ну, в принципе, да. То, что сейчас преимущество хорошее. 8К по голоде можно понаглеть. Ну, не настолько же. А тут даже дело не в голоде. Дело в том, что у ТДЛКи уже и кливер, и фарм, и БКБ. А у Мэтмен еще ничего нету, чтобы можно было с ТДЛКи драться. Вся их команда не может против ТДЛКи драться. Потому что ничего нет у них. Ни контроля никакого, ничего вообще. А у Мэтмена и Башара нет. Ну, сейчас будут выезжать тупо на Казандаре. Он должен будет как-то контролить. Ну, тут, да, такая фигня. Либо контролить Сукубу, либо ТДЛКу. Не знаю, кого выбирать. Пегас явно выбирает хорошо всегда таргеты. Он либо держит Мэтмена, либо Пеблса. Ну, тут теория Дракев такая, что если даже к вам идеально залетят, Флакс просто третий скилл нажимает и ультует. Все, от себя. Как бы на этом их въезд заканчивается. Наконец-то Дорпеди зафармил иншитов. А там трипл был? Да. Ну, и вот опять. Скоро будет. Хаст как лежал, так и лежит. А-а-а, тут у нас Мурена что-то бегает, что-то ищет. Так, давайте посчитаем количество... Это такие башни. Зрители? Количество мистиквестмонса на команде МЕКО. Четыре? Четыре, да. Такого регенды нету. Регенды, да, такими, а этого не пользуются. Мистик для слабаков. Не, ну на мартире он пользуется, я видел. После аганима, по-моему, было. Про этого мартира. На мартире он бесстрашен. Просто может один в пятерых езжать. Да. Я недавно только узнал, что у мартира пассивка, меньше дэмэджа в него входит, чем меньше хп. Да. И пассивка, это крылья. Ну, они же пассивку дают. Ну, да, у крыльев это как пассивка, да. Ну, я не знал этого. Я еще удивлялся, какого хрена в него. Когда лоу хп, он не умирает. А я всегда удивлялся, какого фига я вешаю крылья на какого-то пацана. С него эти крылья сбивают, и у меня мало хп остается. Ну, и потом почитал. Кажется, столько играю, и не знаю. А вот эта вот часть, где в него входит меньше дэмэджа, там на русском... В русском хоне там оно очень низко написано и не видно полностью. Типа многие еще не знают. Вот в тэмэме веселый такой парень был, он бест-мортир, который на мид постоянно лазил на мортире. Это было забавно, когда он там всяких манки-кингов, всяких пэблсов там вырубал один на один. Не, но мортир он не сильный, просто у него потенциала никакого нет. Так лежает, да, сейчас на тортап будет лежать, а Реджендо должен... Умереть. Он должен был отпустить клавиатуру просто. Ну, он как бы формил, все нормально, заформили его. Наконец-то появился Эбисолол на ТДЛ, и сейчас команда МЕКО, по идее, должны зафармить Конгора. По идее. Просто вот что делать к вам? Найти ДД, дать Мэдмену, и тот забашит ТДЛ-ку на смерть. Единственный вариант, наверное. Не знаю, не знаю. Там столько магического дэмэджа. По-моему, шаранка, конечно, бы вошла хорошо, но... Но все равно мало ХП у Мэдмена. Единственный вариант, это если они без Даркледи начнут файт, убьют всех. Потом останется одна Даркледи против всех. Ну, это да. Это уже фейл, как бы. Расхайтить смогут, в принципе. Ну, я думаю, не будет. Вон на Фараоне есть Барби тут же. Да, да, действительно. Казандару сначала надо этот меч принести. Как раз Кошак летит обратно. А так у Хеллборна, кроме Даркледи и Флакса, никто не фармит толком. А, кстати, заметь, у команды Легиона нет вардов на Конгоре. И сейчас будет нежданчик. Я все жду, когда активно будут эти грибы за сотку юзаться. Типа, заюзали грибы, побежали на Конгора. В принципе, неплохой мув. Активируйте на расстоянии тысячи от вражеского героя, чтобы уйти в невидимости. Я еще не считал, что делают грибы. Ну, типа, смока в Доте 2. Только на одного человека. Ну, да. А варды не видят грибочек, да? Нет. А, кстати, в чем прикол вот этого гриба? Точнее, раньше был прикол. Может, его сейчас пофиксили. Если ты стоишь рядом на тысячу ринжи от варда, либо от героя, он просто не заюзается. Ты на него кликаешь, он не юзается. Типа, даже если пацан в инвизе к тебе подошел, а ты пытаешься этот гриб заюзать, то можно уже понять, что где-то тебя пытаются высечь. Вот. Мне кажется, это должны были пофиксить, потому что нечестно. Можно взять саппорта и к вражескому лесу просто подходить и жать этот гриб. Ну, и понимать то, что тебя там не откинут назад в таверну. Почему Холстнов всегда берет такие плохие аватары? То он этим старым пэблсом, то он вот этим флаксом. Типа бомж-аватар-флакс? Да, его бесплатно давали, по-моему, все. Да-да-да. Это самый-самый старый аватар на флакса. Он, по-моему, вместе с ним даже вышел. Его никто не покупал, а потом за какое-то количество игр, еще на Инте, помню, это была акция, его втюхали. Всем. Я там даже... Мне на рандоме выпал флакс, это копа, аватарка. Но мне больше всего нравится вот этот такой худенький робот. Юпитер самый крутой. Да. Кричит на ульте круче остальных. А как он кричит? Скажи, я знаю, что тебе нравится. Тебе нравится покричать? Юпитер, он нахрен. Классный очень. Очень крутой. А Пегас 0.6 тем временем. Глеб Федак. Да, Глеб 0.6. Кто-то ушел. Как в прошлом цикле нам CPU подложат, сейчас опять Кама выиграют. Как в прошлом цикле они котов подогнали. Мико специально вас терроризирует. Кстати, да. Кстати, тоже будет... Ну, не хотелось бы, конечно, с кламмами играть. Но причем будет Морж, он будет играть такому-то леснике и сделает всю игру. За потерю. Не смысл для себя, да? Не, ну, он не надо выстреливать сильно. Ну, раз в годы Морж стреляет. Типа... Сейчас Моржа и поехал на Паразити. Паразитировать весь лес. Ок, мы продолжаем. Че, ребята там пойдут на Кангора? По идее, должны. А, вот сейчас как раз Казандар проверяет. Нормально так Спидман прилетел на ракетку. А сейчас Морж, наверное, как в этой, как тренер Газмясо там сидит. Кстати, можно этот... Позлорадствовать, типа, ха-ха, без меня проигрывайте. В принципе, быстро сейчас смяли 50% ХП у Кангора. А вот в инвизе... В инвизе зайти было бы клево. Сколько человек сейчас может в инвизе там быть? Пока два. Второй ультой, ладно. Влазит у нас... Влазит второй скилл, плюс 114 демеджи. Уже немало. Для четырехсекундного фулдауна. А, вот сейчас должны заходить, потому что пришел Пэбблз, должен сейчас ну лет влетать, как-то подогревать всех пацанов, Барбит Армор прилетает к фараону. Но если они в Доркляде ведут, то она умрет, не нажив шранки. Ну, там не забываем, есть Сукуба. Там есть Сукуба. И Флакс. Плюс Флакс должен что-то там прикольное сделать. Так, Пэбблз не сможет ехать. Вот Вард стоит у Редженда, а у них больше, чем Рейндж пока. Таделл должна отреагировать в другом случае. Так, быстро пытается забрать Кангора. Сейчас что-то должен сделать. Так, ловите, ловите, ловите Мэдмена. Подтягивает сейчас Флакс. Хорошо, въехали в Ревенанта. Таделлка на шранке прокатывается. Минус фараон. Держит Мэдмена. Держит Мэдмена. Сукуба держит Мэдмена. Ой-ой-ой-ой, беги, 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 беги. Ну да. Чуть-чуть не хватило. Таделл чуть-чуть обратно не разбилась сама. А там... Ну и все. К сожалению. Так, к сожалению, команда КАМ чуть-чуть расслабились и проиграли в первой игре для команды Мекка. Но я думаю, они сейчас не расстроятся. Казандер будет пикать. Ну, Моржик онлайн. Будем надеяться, что он... Позлорадствует над своими собратьями. Позлорадствует в следующей игре. Да-да-да. И скажет, все, я теперь играю. Никто меня не заменит. Ну что, ребята, оставайтесь с нами. Нор и Ваган, вы тоже следуйте следующую игру. Так, а вы, дамы и господа, также оставайтесь с нами. И мы продолжим буквально через пару минут. Не уходите. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА